Друзья, добрый день! У нас снова кухня, кофе, сверлящий сосед, все в сборе, второй канал. И это вот ролик продолжения к тому, что вышло сейчас на основном канале. Основной прикол в том, что вот этот ролик мы записываем еще до того, как опубликовали, ну естественно. Вот ролик с худшими автомобилями 21 века. И мы еще не знаем вашей реакции. Мы немножечко, чуть-чуть так переживаем по поводу шуток со стропонами и вот эти всякие вещи. Чуть-чуть там что-то как-то не очень. Форфокус клуб, привет, если что. Так как тут второй канал, мы же тут можем с вами просто так разгонять мысль. По сути это подкаст, поэтому вот слушайте мои мысли по поводу. Смотрите, когда я начал писать ролик про худшие тачки, я задумался, в чем была сложность основная. Что ты прям, ну как я и говорил в основном ролике, что берешь тачку, на нее смотришь и думаешь, да, она ужасная, фиговая, все плохо, но настолько ли она плоха, чтобы вот прям 21 век. Что вот прям вот все, хуже, не, вот не производили ничего за 20 лет почти, чем этот автомобиль. И это на самом деле довольно сложная задача. Я полез в интернеты, в нашу любимую, и начал смотреть, что может быть кто-то что-то составлял. Поэтому может есть какие-то рейтинги. Я наткнулся на рейтинг тайм, типа худший автомобиль за всю историю. Я наткнулся на рейтинг за рулем 21 века. Еще фиговая гора вариаций различных журнальных изданий и каких-то конзюмер-репортс тоже что-то составлял по этому поводу. По-моему, даже Адак что-то писал. И где, по-моему, вот я два ролика одновременно готовил и по лучшим семейным автомобилям, и по худшим автомобилям 21 века. И вот я помню, что я читал статью Адака, но я не помню про что. Поэтому, возможно, это к семейным тачкам. Пофигу. И все, что я могу сказать после того, как я изучил очень много материала и довольно долго думал, что это все полный субъективизм. Ну, это все какая-то херня собачья. Ну, серьезно. Ну, во-первых, любой топ это, в принципе, херня собачья. Давайте уж так, по-честному. Потому что это в любом случае составляется каким-то одним конкретным человеком. Ну, вот, допустим, наши же топы взять. Я же их составляю просто исходя из своих предпочтений, своего опыта и так далее. А когда у нас идут топы про вообще вот просто чистое оценочное суждение, что вот это вот худшее дерьмище, вот это вот лучшее дерьмище, то тут позиции объективности не существует вовсе. Потому что это все сугубо субъективно, и поэтому мы вот на основной канал вышел именно такой ролик, что типа, да пофигу, давайте обосрем, типа, все, что вот мне не нравится. Но, возвращаясь к тому, что еще не вошло, ведь много тачек реально не вошло. И я же довольно много думал такой, вот эта тачка конкретно, брать ее, включать, не включать, обидеться, не обидеться, вот это вот все. И вот давайте сразу, напишите в коммент, ваш вот худший автомобиль по вашему мнению. Давайте сразу вот прям на паузу поставь, тыг-дыг, и дальше слушаем, чтобы потом я еще посмотрел, что вы там написали. И если, кстати, если там будет много интересных комментариев и много интересных тачек, то можно будет запилить потом топчик вот по вашим ощущениям. Как вот худший автомобиль по мнению подписчиков, как вам такой заход. Поэтому пишите обязательно в комменты. Так вот, из того, что не вошло. Ну вот CX-7 и Priora, я уже говорил про них в основном ролике. И да, это ну типа автомобили, ну давайте по-честному, вот без вот какого-то лютого пафоса, что Priora это вот наша достоинность. Говна кусок, ну объективно говна кусок. То есть, да, понятно, что сильно за эти деньги что-то другого не купишь, но как по мне кажется, вот если откинуть любую пацанскую движуху и сделать щи попроще, то Calina лучше, как продукт, как разработка. Она новее, там более новая платформа, она чуть более безопасная, она чуть более удобная. Это, конечно, ну типа, очень относительное сравнение, потому что Calina-то, ну в абсолюте, далеко не самый удобный автомобиль, но удобнее Priora. И так далее по списку. CX-7 туда же, очень много вопросов с надежностью, вообще непонятно нахрена в кроссовере этот мотор от МПС, вообще непонятно. Вот я не изначально идею не понимаю, это туда же. Но из того, что я не озвучивал. Вот давайте, погнали. Renault One Time. И вот я думал по поводу него, и у меня на самом деле он был в сценарии. Эта тачка была в сценарии. Но именно в момент, когда мы снимали ролик, я решил, что нет, не буду про нее рассказывать, потому что все-таки это очень узкотиражируемый вариант. И у нас в стране их там сейчас, по-моему, один продается на автору, если зайти. Или бы вообще ни одного не продается. Короче, был такой замечательный дизайнер. Патрик Лекеман. Это чувак, который, ну, по сути, нарисовал весь Renault образца 90-х, 2000-х годов. И его, вот, Аван Тайм, это чисто его произведение, и это стало вот жирным, ну, фиг пойми, финальным аккордом, гвоздем в гроб карьеры, непонятно. То есть это вот одно из последних его произведений, как всем кажется. Это, короче, очень крутой мужик, очень крутой дизайнер. Но под конец, видимо, кукуха поехала со всем, и они решили сделать что? Они решили взять минивэн, большой, однообъемный кузов, чтобы вся семья туда влезала. При этом поставить в него двери от купе, то есть вот трехдверный минивэн, вот сразу просто вот минивэн трехдверный. Поставить туда V6, мощный мотор, и сделать типа дохренища люкс из Renault. При этом все это с каким-то невообразимым космическим дизайном. Получилось вот это вот, Renault One Time. И тема в том, что было очень много потрачено денег на разработку, очень много сил туда ушло. Получилась вот эта вот вся история. Концепту, концепту этого One Time рукоплескала вся Женева, что вот это вообще сейчас будет пепелат садовый. Сейчас будет все, будущее наступает прямо сейчас. Но по факту этот One Time оказался нахрен никому не нужен, потому что он был дорогой, откровенно стреланный. Для семейной жизни минивэнный, ну типа минивэн это сугубо утилитарная тачка. Открыть вот эту воротину на парковке было совершенно невозможно. Особенно, что если в автомобиле едет еще кто-то, а это минивэн, а там же должен ехать кто-то. Короче, то есть на уровне концепции вот это все как-то очень быстро развалилось и стало понятно, что вот фантик это фантик, а реальная эксплуатация это совершенно другие вещи. И One Time мелькает абсолютно везде, как вот, ну, как яркий представитель худшего. Вот за рулем он есть, в тайме он есть, даже Top Gear угорал по этому поводу. Он включен в список везде, что это худшая тачка, базара ноль. Но я не считаю так, потому что этот автомобиль все-таки производился всего лишь два года. И, ну, как бы он был, да и херс, ну, по большому счету. То есть, понятное дело, что Рено потратил много сил, денег, времени в эту модель, и что, может быть, они бы лучше бы потратили бы в что-нибудь другое, бы и получилось бы что-нибудь, но история со слагательным наклонением не терпит. Ну, он хотя бы не нанес вот какого-то такого массового ущерба, что он не разошелся. Как, например, Audi A2. Относительно, блин, 172 тысячи людей, то все-таки купили этот кусок дерьма. Вот. Я, кстати, даже еще не знаю, что мне там еще Volkswagen Club, нему, напихает любимый. И Audi Club за A2, потому что сейчас окажется-то, что Audi A2 это же великое творение. А это я ничего не понимаю. Совсем кончился уже, тут уже кончился мозгами, типа, все, уже поехал, типа, на Audi гонит. Нет. Ну вот, короче, Avantime был, прям на серьезных вещах, но так как он в нашей стране не был, я его и не стал включать. Туда же, туда же, я хотел закинуть R-класс. Не потому что я картавый и не могу выговаривать букву R, а потому что, типа, ну, объективно, тачка так себе. По сути, концепция, ну, очень похожа на то, что вот пытался сделать Renault. Рено, как бы, ну, когда Renault стоит дорого, все клиенты такие, типа, вы че, вы бюджетный бренд, вот, Logan, все, не выше, не больше, не дороже Логана, нет-нет. А Mercedes может себе иногда позволить лютую дичь задорого, и много кто может это дело схавать. Так вот, R-класс, ну, сам себе сейчас буду противоречить, немного не такая концепция. Окей, это американская тачка, но в нашей стране они существуют, на них кто-то ездит, то есть, какие-то штучные, замечательные люди ездят на этих автомобилях, и многие даже довольны. Я не сильно понимаю, почему, объективно, не сильно понимаю, почему, но чисто так по концепции, это вот какой-то переуниверсал, недо-минивэн, недо-внедорожник, кроссовер, вообще хрен пойми что. О, как Honda Cross Tour, например, тоже хрен пойми что-то такое, но там жирные моторы, там очень жирные комплектации, там внутри очень приятно. И единственное, наверное, здравое использование R-класса для меня это, если у вас, типа, дофигища денег, вам по барабану, как они разумно-неразумно используются, и хочется просто комфортно и нестандартно, тогда да. Там внутри очень удобно, там комфортно, Mercedes, все такое, плавность хода зашкаливает пушкой, классно, мотор валит в все дела. Но нафига покупать, не совсем понятно. И вот это именно тот случай, когда я такой худший, не худший, да, наверное, не худший, потому что, ну, он есть как бы и ладно, и не отсвечивает. Возвращаясь к нашим любимым французам, Valfatis, тоже вот, я не представляю, как можно за рулем этого автомобиля ездить неупоротым, потому что автомобиль упоротый, но он объективно упоротый, вот посмотрите на него, просто вот именно вот с этого ракурса он определенно точно упоролся, как и есть все дизайнеры Renault в то время. Это, ну, я думаю, не нужно говорить, что это примерно в то же время и с Avantime происходило, только чуть-чуть попозже. У меня есть человек знакомый, кто ездит, ездил на таком, и это тоже, это, короче, в чем прикол? Французы просрали премиум сегмент, когда-то давно еще. Еще в 90-х, там, ну, рубеж 80-х, 90-х, они тогда еще делали автомобили, которые стоили довольно дорого и были обоснованно дорогие, потом все просралось внезапно, и начиная вот с рубежа 90-х, 2000-х, они до сих пор пытаются вернуть к себе аудиторию, которая может платить деньги за их автомобили. Но ничего не получается, и вот была сначала лютая волна в начале 2000-х, когда появился C6 Citroen, который точно так же был в топ-гире, и, насколько я понимаю, это была рекламная вообще история, это был чисто рекламный сюжет, потому что его там нахваливали во все щели, но никак это не помогло продажам. То же самое 607 Peugeot, вот ту же самую историю, Velsatis туда же, One Time, и вот это вот какая-то когорта очень странных премиальных, хрен пойми чё, французов. Худшее это, ну, хорошего мало, хорошего мало, объективно точно. Ну, прям, чтоб худшее, ну, пытаются, ребята, пытаются, ну, просто я думал над вопросом, что, а вот что должны сделать французы, чтобы за них начали отдавать много денег? И, наверное, ничего. Ну, в смысле, либо какие-то суббренды делать, как все делают, там, та же самая Toyota Lexus, или, там, Kia, Hyundai со своими, там, Corus'ами, Genesis'ами и вот этим всем. Хотя у корейцев-то не так уж сильно, чтобы получается, на самом деле. То есть эти машины где-то как-то мелькают, где-то как-то ездят, но каким-то мейнстримом и каким-то локомотивом продаж ни одна из них не становится. И мне очень сильно кажется, что эти проекты даже не окупаются. То есть это чисто брендинговая такая история, что вот мы такие молодцы, у нас есть свой премиальный длинный седан, и вот это вот. И вот, ну, блин, кто тот человек, который готов отдать много денег, там, сопоставимо, там, с S-классом, например, ну, там, чуть дешевле, на 20% дешевле S-класса, хорошо. За какой-нибудь Peugeot. Не за несколько Peugeot, а за один Peugeot. Где эти люди? Их, наверное, их в природе не осталось. И Велосатис, кстати, был одной из попыток, у него даже, по-моему, президент Франции какое-то время на Велосатисе есть, у него был свой, заказанный, все дела. Там жирный мотор, там сумасшедшие были комплектации, реально, комплектации были сумасшедшие. Я очень давно хочу выцепить где-нибудь жирный-жирный Велосатис вот в максималке, потому что для 2000 года там просто отвал башки, а не комплектация. Ты от француза такого не ожидаешь просто вообще. Если у вас у кого-то есть Велосатис там, напишите обязательно. И тоже непонятно, включать это дело в стоп. Не включать это дело в стоп. Ну, вроде они есть, да, ну и как-то... Не так горит, как от Надежды, как от Datsuma, как от CLA, как от всего того, что было в ролике. Вот не так горит. От CLA прям полыхает. Вот прям вообще хорошо. А эти, ну ладно, их там катается три штуки, там три сумасшедших, на них ездят и все, и ладно, пусть себе ездят, не отсвечивают. И на самом деле, касаемо вот каких-то таких топов именно наших локальных российских, во-первых, я ничего не нашел, нигде, никто не делал такую тему до сих пор, что именно наш локальный российский худшего. Есть там, типа, много топов, что АвтоВАЗ какое-то дерьмище пытался делать. Но все остальное мировое, и в том числе и за рулем. И у них вот тут Smart Roadster, Chevrolet SSR, типа, был такой. Лянча Тезис. То есть, кто из вас может вообще вот эти автомобили представить, ну, без гугла? Например, Lincoln Blackwood. Что это такое? То есть, ну, типа, ну, да, вы, наверное, можете знать, что пикап, но так вот, ну, типа, вот сходу ты такой, что это за машина? Не вспомнишь, потому что они нас... Saab 9.4x. Тоже, ну, да, да, ну, типа, ну, провальная, провальная, ну, худшая, ну, вряд ли. То есть, спорно, спорно. И вот поэтому я и хочу добиться какой-то еще реакции от вас, вот, по вашему личному мнению, как это? Как вам кажется? Вот что вот прям вот совсем не... Опять же, прошу вас, не пишите первое попавшееся в коммент, что типа, о-о-о, что там? Солярис говно. Я купил Весту, вот, Веста замечательно. А от Соляриса говно кусок, хуже. Не надо так делать. Ну, потому что объективно, что то, что другое, нормальные автомобили. Даже, прости господи, 307-й, 306-й Peugeot нормальные автомобили. Citroёn C4, ну... Больно мне это говорить, но они не достойны, чтобы быть именно в худших. Ну, потому что объективно, ну, на них ездят люди, они могут передвигаться. Далеко не самая хреновая история. Пол Европы на них ездит. То есть, то, что они у нас в стране разваливаются, отдельный вопрос. Мини Купер Тор. Ну, типа, короче, не торопитесь. Подумайте, может быть, денечек походите. И напишите коммент. Я ходил неделю. Честно, я над роликом думал неделю. Шаран Тоджин, например. Volkswagen, самый первый. На него же было потрачено куча денег. И он не сильно окупился. И это было в кризисное время для Volkswagen. И, типа, там был момент, что такие, как бы, ну, мы нахера вообще пустились в эту историю? Непонятно. Ну, короче. Подумайте над этим. Напишите. Очень важно. И вот смотрите, какие у меня мысли. Я их не стал озвучивать в топе, чтобы его не затягивать. Потому что он и так получился там на 40 минут. Здоровенный ролик. Это самый длинный топ по факту же, да, у нас? Ну, типа, если не считать моторы, коробки, вот эти технические штуки, наверное, вот именно такой самый длинный. И вот к чему пришел. Я пытался выцепить много параметров, относительно которых можно оценить. Но так ни к чему и не пришел. Потому что автомобиль – штука совокупная. И в любой тачке вот есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. И ты этим делом балансируешь. Я пришел к очень простой вещи. Вот смотрите, я автомобилист. Не могу сказать, что я лучший представитель этого сообщества. Но, тем не менее, я себя все-таки отношу к автомобилистам. И я человек, который живет, в принципе, тачками. Мне не очень нравится. И я начал думать вот с такой стороны. Какой автомобиль мне больно встречать на дорогах общего пользования. И когда вот я посмотрел на вопрос с такой стороны, стало все сильно проще. Потому что, ну, действительно, сейчас автомобилей очень и очень много. Моделей, марок всего дофигища. При этом, вроде как, все одинаковое. Платформы там везде мешаются. Моторы везде намешаны различные. И вот это все. И очень много. И из-за того, как мне кажется, из-за того, что вот очень большой выбор у людей сейчас, на автомобиле становится, ну, всем так вот, ну, насрать. Ну, объективно, как бы, уже всем. Мало того, что вот то, что я разгонял в ролике в одном из недавних, вот будет ссылка, что автомобилей скоро не будет вообще, в принципе. Водителей, в смысле. Что мы, автомобилисты, как класс, вымерем. Так еще и, как бы, от того, что их так много. Во всем этом разбираться. Где там какие-то нюансы. Что там еще. А забейте вообще. Вот раньше была копейка и пятерка. И ты такой, мэээ. И сидишь сравниваешь весь вечер. Потому что действительно были разные автомобили. А сейчас, ну, типа, все одинаковое. И это меня привело вот к какой мысли. Что, а может быть, если автомобиль худший. Вот прям ужасный. Прям отвратительный. Может быть, это и неплохо. Может быть, это хорошо. Потому что, вот смотрите, есть такая вещь. Я не помню, как это точно называется. Но, короче, есть какое-то издание, которое каждый год составляет рейтинг отелей. Это не букинг. Это какое-то именно, ну, типа, информационное издание. И они составляют топ то ли там 10, то ли 50 самых худших, то ли топ 100 вообще, самых худших отелей в мире. И вот люди, которые попадают в этот рейтинг, ну, в смысле, отели, которые попадают в этот рейтинг, они бьются за то, чтобы быть прям самым ужасным отелем. Самым хреновым, где вот самые нереальные условия проживания. Первое место в этом рейтинге, оно люто престижное. Потому что в этот отель потом не пробиться. В него съезжается херова гора людей, экстремалов. Кто готов платить за очень неординарный экстремальный отдых. И в их случае быть худшим, значит быть лучшим. Работает ли такое дерьмо с автомобилями? Наверное, нет. Потому что объективно, как бы, ну, вот, ладно, Надежда, вот что ты с ней будешь делать? Вот купишь ты ее, типа, и ты от того, что ты такой, ой, я на куске говна езжу, типа, ты радоваться от этого не будешь. Но все равно, когда ты ездишь, ну, на куске говна, ты выделяешься. И вот это вопрос, ну, типа, хорошо, плохо, это там, типа, я в этом начал путаться. Я начал в этом, я в этом реально запутался. Я такой, блин, ну, вроде же, ну, зачем ездить на отвратительном автомобиле? Зато у тебя только у одного такой. Да, на тебя все показывают пальцем, но на тебя же, типа, звезда местного разлива, так, заезжать во двор и все-таки, о, блядь. Не факт, что это плохо. Как я очень качественно отмазываюсь от того, чтобы нам не наставляли пи***ть за то, что мы там палили на основном канале всех говном. На самом деле, вот такие мысли. То есть, я не знаю, что тут больше такого вам разогнать. Пишите в комментарии, наверное, еще и тему, на какую стоит поговорить в ближайшее время. А в этом ролике у меня все. Спасибо большое, что досмотрели его до конца. Я даже еще кофе не допил, поэтому еще посижу тут, повтыкаю немножко. А вы пишите коммент, что вы думаете по этому поводу. Пока.